Привет, друзья! Это Porsche Cayenne Turbo GT, самый быстрый кроссовер с бензиновым силовым агрегатом в мире, разменивающий первую сотню за 3,3 секунды и выдающий 640 лошадиных сил мощности и 850 ньютон-метров момента. Что ж, в скором времени в новом семействе может появиться пополнение. Все дело в том, что на северной петле немцы в данный момент активно тестируют еще одну модификацию Panamera. Учитывая, что модель совсем недавно получила плановое обновление, есть все основания полагать, что перед нами еще более горячий экземпляр фастбека, и скорее всего это будет версия Turbo GT, выпущенная по аналогии с тем же Cayenne. И на это есть несколько причин. Во-первых, актуальная Panamera Turbo S не настолько быстрая, чтобы составить достойную конкуренцию BMW M5 CS. А во-вторых, Porsche так и не удалось закрепить свое лидерство на Нюрнбургринге в сегменте седанов, где первенство по-прежнему остается за Mercedes-AMG GT 63. Так что, выпустив хардкорную модификацию Panamera Turbo GT, в компании могли бы убить сразу двух зайцев и при этом занять лидерство во многих дисциплинах, в том числе и в спринте 0-100, где новинка может спокойно преодолеть рубеж в 3 секунды. Если верить инсайдерам, топовую модификацию Panamera покажут уже в этом году. BMW продолжает активно тестировать новое поколение 7 серии в кузове G70, о котором мы уже неоднократно вам рассказывали. Сегодняшний выпуск будет больше посвящен внешнему образу автомобиля и его новой оптике, которая предстала во всей красе на новых шпионских снимках, которые были сделаны в окрестностях Мюнхена. На них можно еще лучше рассмотреть общую архитектуру новой двухуровневой оптики, а также оценить дизайн задней светотехники. Конечно же, полностью в компании пока еще не раскрывают облик флагмана, но обещают это сделать в сентябре на автосалоне в Мюнхене. Сразу хочу оговориться, что BMW представит лишь предсерийный концепт «семерки», а не готовую к производству модель. Таким образом, компания знаменует новую эпоху в развитии корпоративного стиля автомобилей BMW, а полностью серийный вариант покажут лишь в следующем году. Сам же автосалон пройдет с 7 по 12 сентября в Мюнхене, и я настоятельно рекомендую вам его посетить. Min Metal Motors – новое имя в автомобильном автопроме и один из новых автопроизводителей родом из Индии. Впервые компания заявила о себе еще в 2015 году, анонсировав первый индийский суперкар M0. С тех пор утекло много воды, а парни стали смелее и на днях представили первый индийский штопио-гиперкар. Новинка получила имя Азани, и наверняка оно что-нибудь означает, если окунуться в индийскую мифологию. Но нас это не очень волнует, ведь парни, кроме необычного имени, обещают и сумасшедшую динамику. Само собой, гиперкар оснащаются новомодными электромоторами. Их число не указывается, но в компании обещают отдачу в 1000 сил и момент в 1000 ньютон-метров. Вся эта техника запитывается от аккумулятора емкостью в 120 киловатт-час, чего, по заверениям ребят, хватит, чтобы проехать с 523 километра пути на одном заряде. При этом электрокар сможет развить максимальную скорость в 354 километра в час, что как-то несерьезно для звания гиперкара. А на первую сотню двухдверка будет тратить около двух секунд, что нужно будет еще доказать. Цены, как и сроки поставок, пока неизвестны, но в компании вовсю принимают заказы на новинку. Прошло всего чуть больше месяца с момента анонса нового Land Cruiser 300, а в Toyota уже объявили об огромном спросе на внедорожник. Если сейчас заказать себе новое поколение, то придется ждать практически год, чтобы получить свой автомобиль. Это как нельзя лучше отражает тот уровень ожиданий, которые витали в воздухе вокруг слухов о новинке. Самое любопытное, что новый кузов отныне не продается в Америке, и это никак не сказалось на повышенном спросе на новинку. Что ж, судя по всему, Toyota ждет очень прибыльный год и еще один бестселлер продаж. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Оставляйте свои отзывы по поводу услышанного и увиденного, и подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Нам очень важна ваша поддержка. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok